И снова здравствуйте! Сегодня мы вам представляем новый эксперимент по регенерации отработанного турбинного масла. Сейчас мы продемонстрируем, как будет проходить весь химический процесс. И увидите, в каком состоянии масло будет после всех обработок. Значит, масло достаточно грязное, муть непонятные какие-то коллоидные, очень мутные, коллоидные какие-то элементы. Соответственно, дозировку по серной кислоте мы использовать сегодня будем 2%. 5 кубиков на 250 мл. Масло предварительно мы подогрели. Обработаем кислотой в течение 15-20 минут. Сделаем искусственное осаждение кислого гудрона, то есть центрифугируем, отфильтруем и обработаем одним из наших агентов. Как видите, у нас их понемножку прибавляется, что позволяет нам расширить спектр. Обрабатываем их масел, топлив. Все, мы начали обработку серной кислотой. Через 20 минут начнем фильтровать. Масло вязкое, поэтому магнитик бывает у нас слетает. Итак, мы заканчиваем перемес. Значит, температура масла у нас составляет где-то порядка градусов 50, может быть даже под 60. Ну вот я спокойно держу. Сейчас мы отфильтруем весь кислый гудрон. Посмотрим, что у нас получится после фильтрации. В данном случае мы применяем центрифугу. Но прогулированный асфальтенок в принципе осаживаются очень хорошо. Единственное, что нужно дать время и будет тот же самый эффект. Обрабатывать как масло, так и топливо нужно в гонусных реакторах для того, чтобы можно было легко с нижней части конуса слить кудрон кислый. Спасибо за просмотр. Уже видно прозрачность масла, пошло осаждение уже прямо в стакане. Итак, вот видим уже осадочек. Посмотрим качество масла после обработки серной кислоты. Итак, заканчиваем фильтрацию масла, обработанного серной кислотой. Сейчас посмотрим, что из этого получилось. Итак, мы видим осажденный кислый гудрон и сам рафинад. Все сливать не будем, чтобы не попали остатки. Поехали. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... Получилось у нас в данном случае сейчас где-то порядка 230 миллилитров. Масло вот вы видите, какого цвета стало. Прозрачное, красное. Чуть-чуть подогреем его до 30-40 градусов, до 50 максимум. В принципе, добавить агент мы можем прямо сейчас. Использовать, значит, будем сейчас один из наших агентов. Их вот видите уже у нас 4. Каждый в своем роде работает по-своему. Дозировку по добавке по нашей мы будем использовать сейчас. 4 литра на куб. Может быть чуть-чуть побольше. Ну, в принципе, это где-то порядка 4 литров. Вот вы видите, уже пошла реакция. Очень хорошо видно. Перемешаем в течение 10-15 минут. И еще раз отфильтруем. Так же присадочка сейчас снимет парафины. Я предполагаю, что глицерины. Ну, это мы сейчас увидим все еще на осадке в пробирке после фильтрации. Все, мы заканчиваем наш перемест с агентом. Сейчас отфильтруем и сравним разницу. Ну, в принципе, уже видно. Вот смотрите, сколько всяких коагулированных еще частиц летает. Вот. Ну, понятно, что после фильтрации это будет более наглядно. Ну, вот он же. Вот. Цвета, но очень мутный. Специально взяли новые пробирки, чтобы можно было посмотреть, что мы еще выделим после фильтрации. Смотрите. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Итак, мы заканчиваем фильтрацию масла после обработки нашего агента Сейчас центрифуга остановится и мы посмотрим, какого качества мы получим рафинированное, регенерированное масло Масло после обработки нашего агента Обратите внимание, сколько один собрал еще грязи Мы предполагаем, что это либо глицерин, либо парафин, либо все вместе Но тем не менее, вот посмотрите, сколько еще было собрано, скоагулировано То же самое Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Итак, масло после регенерации До и после Эффект очевиден Спасибо за внимание